Очередные горячие сутки на Донбассе. Десятки обстрелов, боевики применяют артиллерию и минометы. Зафиксированы даже беспилотники боевиков. Все подробности у нашего военкора Геннадия Вивденко. На основных участках фронта по-прежнему горячо. Один из важнейших на Бахмутской трассе линии обороны поселков Новотошковская-Крымская. После попытки штурма украинских позиций и тяжелых боев противник выдохся. Сейчас оккупант бьет из запрещенного крупного калибра и ствольной артиллерии. Очередной выход. Далекие приходы. А там не сладко. Так практически каждый день. Провокации средь белого дня, ночью идут колоссальные обстрелы. Это один из прилетов. Уже крупный калибр. Украинской армии удалось продвинуться в районе Новотошковского на отдельных участках фронта на несколько сотен метров и занять господствующие высоты. По Минску это наша территория. Так бойцы стараются обезопасить от обстрела в ныне областной центр Северодонецка, а также крупные мирные города, Лисичанск, Рубежное, Кременное. Южнее в районе Приазовья, Горловки и Авдеевки происходят преимущественно ночные бои с ответным огнем. Они же с мечом сюда пришли. Вот меча и погибнут тут. В район Авдеевки вновь по данным разведки прибыла группа снайперов-наемников. Он активизировался два дня снайпер назад, то есть заметили его. Сейчас работаем над контур-снайперской мерой, пытаемся его обнаружить и будем потом его ложить в землю. Общая атмосфера на фронте напряженная. За ночь зафиксировано 30 обстрелов, один украинский боец ранен. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей.